Он учился единоборством по боевикам 70-х и 80-х и теперь сам словно Брюс Ли. Любой предмет в руках Вилли Габдулина превращается в опасное оружие. Мужчина способен отвлечь противника чайной ложкой. Он следит за правой рукой. Я там, допустим, хоть что могу делать, потом удар как будто бы раз, а сам здесь. В школьные годы он увлекся борьбой, а в студенчестве начал заниматься ката. Это искусство ведения боя с воображаемым противником. Так он освоил кикбоксинг, карате, кунг-фу и научился пользоваться холодным оружием. Мужчина занимается бизнесом, а в свободное время участвует в соревнованиях по этим дисциплинам. На его счету 45 званий чемпион мира по боевым искусствам. Виль – единственный единоборец России с таким количеством титулов. Все его награды не помещаются на столе, держат в мешке. Здесь килограмм 8, наверное. Я не знаю, здесь сколько тяжелого, мешок. Чемпиону по плечу не только воображаемые противники. Виль родился в Черниковке. В 90-х ему не раз приходилось применять силу, чтобы защитить себя и близких. Однако жена борца, Светлана, всегда чувствовала себя как за каменной стеной. Правда, сейчас страсть мужа иногда оборачивается домашними хлопотами. Шутит женщина. Что-то, что висит на стене, какие-то фигурки, какие-то свечки. Бывает, конечно, всякое, что-то бьется. Но это не страшно, это не главное. Мебель – это дело приобретенное. Виль Габдулин соблюдает здоровый образ жизни со студенчества. Не пьет, не курит, следит за питанием и каждое утро делает зарядку. Поэтому в свои 60 с лишним он состязается с 30-летними соперниками. Спорт позволяет это делать. И зачастую Виль побеждает их. Понятно, что в моем возрасте люди уже там, смотришь, ничего не может, у них все, спина болит. Цель мужчины – пропагандировать спорт. Его дети, следуя примеру отца, тоже ведут здоровый образ жизни. Сам Виль служит послом ГТО, проводит лекции о здоровом образе жизни и тренировки в образовательных учреждениях. Мужчина намерен мотивировать в том числе и своим примером. Говорит, будет продолжать участвовать в соревнованиях, пока позволяет здоровье. Артем Сулейманов, Рустам Макманов, СиАУФА.